Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это же дневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница и уже начались пасхальные праздники, поэтому большинство инструментов сегодня не торгуются. Сегодня для торговли доступны валютные пары и криптовалюты, поэтому мы с вами сделаем небольшой обзор по основным валютным парам и уже далее увидимся с вами в понедельник. Итак, начнем. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению ближайшие это область 1.2238, а ближайший разворотный уровень находится на максимальной значении вчерашней торговой сессии, которая находится на уровне 1.2335. В том случае, если пара сможет закрепиться выше данного уровня, то мы можем ожидать продолжения роста с целями до 1.2490. По паре британский фунт и американский доллар на текущий момент коррекционная нисходящая тенденция также сохраняется. Цели по снижению вероятны это область 1.3998 и 1.3870. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если британский фунт сможет закрепиться выше максимальной значения четверга, которые были зафиксированы на уровне 1.4095. По паре американский доллар и канадский доллар на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Цели роста это уход выше максимальной значений четверга и среды, которые были зафиксированы на уровне 1.2938 и дальнейшее движение на 1.3179. В том случае, если пара американский доллар и канадский доллар сможет закрепиться ниже минимальных значений вчерашнего дня, которые были отмечены на уровне 1.2861, то в этом случае мы увидим возврат к продажам с целями снижения до 1.27. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра уже торгуется ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, что в рамках часового таймфрейма на сновь переводит в фазу нисходящего движения. Цели по данному снижению это область 104.53. Данный сценарий будет отменен в том случае, если мы увидим обновление максимальных значений, которые были зафиксированы в четверг и в среду на уровне 1.1702. Пара австралийский доллар и американский доллар, мы также видим, что коррекция была недолгой. Сегодня с утра уже видим торговлю выше максимума вчерашней торговой сессии. Если австралийцу удастся закрепиться выше данного уровня, это отметка 76.88, то вероятен также возвращение уже вновь к покупкам с целями роста до 79.32. По паре еврофунт также утром сегодня мы торгуемся выше максимума в четверга, что в рамках часового таймфрейма у нас также приводит в фазу роста. Цели по данному движению это область 89.88, среднесрочная цель. Остальные инструменты у нас на текущий момент закрыты для торговли в связи с пасхальными праздниками. И фактически еще один инструмент, который мы с вами посмотрим, это биткоин к американскому доллару. Сегодня с утра мы также видели уже на минимуме 6552 доллара за один биткоин. Следующая цель по нисходящему движению это область 5817. Тенденция нисходящая по биткоину сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хороших праздников, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. С вами был Исаков Роман и напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Ознакомиться с расписанием торговли инструментов вы сможете на сайте Admiral Markets в разделе новости. Всем спасибо за внимание и до свидания.